Что нужно знать перед вакцинацией против COVID-19? Важно быть здоровым на момент вакцинации. Если у вас признаки ОРВИ, дождитесь выздоровления и повторно запишитесь на прививку спустя 2 недели после больничного. В случае обострения хронических заболеваний спустя месяц после выздоровления или ремиссии. Пройдите осмотр врача, чтобы убедиться, что у вас нет противопоказаний. Гражданам Российской Федерации необходимо взять на вакцинацию документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Вакцинация «Спутник Ви», «Гам-Ковид-Вак» и «Кови-Вак» проводится в 2 этапа с интервалом в 3 недели. Эпивак-Корона двукратно с интервалом 2-3 недели. Вы можете выбрать вакцину при наличии всех трех вариантов в пункте вакцинации. Прогнозируемыми реакциями на вакцину может стать озноб, высокая температура, недомогание, головная боль. Место прививки может болеть. Реже наблюдается тошнота, снижение аппетита, увеличение лимфоузлов. При других симптомах обращайтесь к медработникам. Они принимают решение об открытии больничного. Работодателям рекомендовано предоставлять работникам, проходящим вакцинацию, дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации и в день, следующий за днем вакцинации, или же дополнительный день отпуска. Не бойтесь коронавируса. Защититесь от него. Всем привет! С вами Настя Краснопевцева. Это ТСН Точнее. Формат, в котором самые свежие и актуальные события, мы обсуждаем чуть более подробно. И если вы вдруг присоединились к нам впервые, то рассказываю. Все новости мы ищем самостоятельно, сами их пишем и показываем вам вот с помощью этого компьютера. Только с видеоматериалами нам помогают монтажеры. Но предлагаю перейти поближе к новостям. Начнем с новой информации о COVID-19 и выясним, кто же из тюменцев может получить сертификат переболевшего вируса. Такую возможность предлагают на сервисе госуслуги. Такой документ формируется автоматически после того, как медицинская организация внесет данные пациента в федеральный регистр больных.